Выставка традиционной ценности семейной архивы симбирян в выставочном зале на Покровской показывает взаимосвязь известных симбирских семей. Заодно раскрывает образ Симбирска конца 19-го, начала 20-го веков на основе фондовых коллекций музея-заповедника Родина Ленина. У нас фонды достаточно большие, семей огромное количество, но мы решили сконцентрироваться именно на нескольких. Их выбрали пять, где присутствуют и интеллигенция, и медики, и преподаватели, и фотографы, и семья Мещан. Такая у нас разносторонняя выставка получилась. В экспозиции есть семейные архивы, фотоальбомы, письма и документы из личных фондов симбирских семей – Никифоровых, Ежовых, Пановых, Кубаревых и Русиных. Так, в Симбирске хорошо был известен преподаватель греческого и латинского языков в Симбирской мужской классической гимназии, статский советник Иван Алексеевич Ежов. Сохранились многочисленные семейные фотографии его семьи. Есть вспоминания одного из учеников, как раз об учителе латинского языка Иване Алексеевиче Ежове, что он был очень строгим человеком, преподавателем. Никто его никогда не видел улыбающимся, он умел держать дисциплину, преподавая такой строгий предмет и всегда замечал, когда ученик не готов к уроку. Но, несмотря на свою строгость, всегда давал возможность исправить хотя бы на тройку. Сын Ивана Алексеевича Ежова Владимир Иванович тоже стал преподавателем Симбирской классической гимназии. А дочь Ивана Алексеевича, Надежда, вышла замуж за Сергея Владимировича Панова, выдающегося терапевта и общественного деятеля Симбирской губернии и Ульяновской области. На выставке можно увидеть семейный альбом Пановых, где сохранились фотографии родных и близких. Фотографии для многих семей симбирян, а затем ульяновцев делали фотографы Кубаревы. Алексей Евсеевич Кубарев имел свой салон фотографии на Гончаровской улице. По стопам отца пошел и сын фотографа Михаил, а затем фотографом стал внук Алексей. Посетители выставки также смогут поучаствовать в интерактиве, попытать удачу, решив математическую задачу вековой давности, стать знатоком латыни, получить полезные знания в области медицины, научиться разбираться в родственных связях с помощью генеалогического древа, поиграть в настольно-карточную игру «Мемори».